Уважаемые друзья, здравствуйте! Я один из организаторов митинга, который должен состояться здесь, на площади Победы, в парке Дружба, в 12 часов дня сегодня, в городе Листа. Сейчас здесь находятся мои соратники, в принципе, те люди, которые организовывают этот митинг. Возникла такая коллизия, что подошли представители городской власти, и позиция у них такая, что есть решение Верховного суда Калмыки, и якобы митинг не согласован. Но на самом деле, я объясняю всем, Верховный суд Калмыки в мотивировочной части своего определения написал, что городской суд Калмыки ошибся. В письме, адресованном Бадмаеву, не содержится запрета на митинг, и не содержится отказа от согласования. Поэтому, якобы, Корвенова зря признала этот документ незаконным. Но в конце, в результивной части, Верховный суд слукавил и просто написал, решение городского суда отменить. Поэтому, вот на этом строится лукавство, понимаете, что якобы этот митинг не согласован. На самом деле, все согласовано, и все нормально. Притом, сейчас я этим представителям городской власти напомнил, что площадь, на которой мы сейчас стоим, и на которой будем проводить митинг, единственное место в городе, определенное законом Республики Калмыкия и постановлением правительства Республики Калмыкия еще в 2012 году. Конституционный суд Российской Федерации в своем постановлении от 2014 года сказал, что если в населенном пункте есть единственное место, одно, для проведения публичных мероприятий, то местные власти не имеют права запрещать, ограничивать проведение этих публичных мероприятий. Наши оппоненты из муниципальной власти прекрасно это знают. И если, да, они сейчас упирают на то, что здесь будет превышена максимальная заполняемость площади. Но опять же лукавят, потому что по этому поводу опять есть постановление Конституционного суда, который четко пишет, что если будет допущено превышение на много, то организатора привлекут к ответственности лишь в случае, если это превышение приведет к массовым беспорядкам. То есть они, предвосхищая события, вот эти вот деятели, они, во-первых, заявляют о том, что будет превышена численность, во-вторых, они уже говорят о том, что будут здесь массовые беспорядки. Понимаете? А повестка дня у нас одна. Повестка дня у нас одна. На митинге 13-го числа народ потребовал отставки трапезников. Потребовал, чтобы его убрали из городской власти. Потребовал, чтобы городские депутаты отменили свое принятое ими решение. Сказали машину поставить, да? За все эти дни, за две недели подобное решение не принято. А поскольку решение не принято, поскольку нам на встречу не пошли, мы проводим вот этот второй митинг, чтобы напомнить власти, что они не выполнили наши требования. Мы будем опять требовать отставки трапезникова. И заявим о том, что будем добиваться прямых выборов главы администрации города Элисты. Вот, спасибо. Поэтому хорошо, что не только в Москве, но и в регионах люди не сидят дома и не принимают все, что с ними происходит, как должны. Пытаются как-то свое мнение отстаивать. Азар, азар, азар все пишут. Азар. Я хотел спросить только, скажите, вы не можете представиться, а тут вас узнали. Да, ну, Илья, меня зовут. Да, Амелия Азар. Илья Азар, журналист. Журналист какого? Новые газеты. Журналист, новая газета. Да, Думан Амерген Вячеславович. Вот сейчас перед вами выступил представитель мэрии. Он не представился. Это был начальник юридического отдела. Это вы из-за него, мы его не знаем. Понимаете, если митинг не санкционирован с органами местного самоправления, то получается проведение его не должно состояться. Кто сказал, что не санкционировал? Он подошел сейчас? Вы знаете закон, уведомленный характер. Понимаете? Подождите, я тоже скажу, что я вас не слышал. Хорошо. Уведомить мне руководители, кто организатор. В случае, если вы будете проводить данные мэрии, заиграли за него, он боялся. Понимаете? Вы не боитесь этого места. Вы что, вы не пропадаете? Раз погибших, вы не забываете. Вы не хотите победить. Уже не знают, как избежать этого. А теперь, почему нашим городом должен быть какой-то преследовательство? Ну, это все должно быть санкционировано. Вы не имеете право запрещать. Я не запрещаю закон, я вас предупреждаю. Дослужил за полковника, а за полковника закон не знали. Не надо нам угрожать. Не надо угрожать. Каких до хрена было угрожать. Ты думаешь, ты монахами находишься? Ты нам преграду. Кому угрожаешь? Слушай, кому ты угрожаешь? Я не угрожаю. Я не понял, я не понял, я не понял. Ты меня дорожно подподходишь. Я угрожаю. Я угрожаю. Я тебе сказал. Играет музыка 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 Играет музыка